Христос Воскресе! Приветствую вас, дорогие братья и сёстры, друзья! Неубеждение и даже неглубокая убеждённость могут пересилить страх смерти, позора. А только любовь может сделать человека верным до конца, без предела, без оглядки. Мы сегодня празднуем торжественно, благоговейно память святых Никодима, Иосифа Аримофейского и жен Мироносец. Иосиф и Никодим были тайными учениками Христа. Пока Христос проповедовал в толпах народа и являлся предметом ненависти и возрастающей мстительности своих противников, они робко ходили к нему ночью, когда никто не мог приметить, заметить их прихода. Но когда вдруг Христос оказался взят, когда он был схвачен и приведён к смерти, распят и убит, эти два человека вдруг по преданности, по благодарности, по любви к нему, по изумлению перед ним оказались крепче его ближайших учеников. Они забыли страх и открылись перед всеми, когда другие скрывались. «Пришёл Иосиф Аримофейский просить тело Иисусова. Пришёл Никодим, который только ночью осмелился его посетить. И вместе с Иосифом они погребли своего учителя, от которого уже больше никогда не отказались». И жёны Мироносицы, жёны, о которых мы знаем так мало, одна из них была спасена Христом от вечной погибели, от демонской одержимости, другие следовали за Ним, мать Якова и Анны и другие, слушая, принимая Его учения, становясь новыми людьми, учась единственные христовые заповеди о любви. Но о такой любви, которую они не знали в прошлой своей праведной или греховной жизни. И они тоже не побоялись стоять подаль, пока умирал Христос на кресте. И никого не было от Его учеников, кроме Иоанна. Не побоялись они прийти помазать тело Иисуса, отверженного людьми, преданного своими, осуждённого чужими преступника. Позже два ученика, когда достигла до них весть о воскресении Христовом, стремительно поспешили ко гробу. Один был Иоанн, который стоял у креста, тот, который стал апостолом и проповедником любви божественной, и которого любил Иисус. И Пётр, который трижды отрёкся, о котором было сказано жённым мироносицем, возвестить моим ученикам и Петру, потому что другие скрылись от страха. И Пётр трижды при всех отрёкся от своего учителя и не мог уже почитать себя его учеником. И ему принесите весть о прощении. И когда эта весть дошла до него, как он устремился к опустевшему гробу, чтобы удостовериться, что воскрес Господь, и что всё ещё возможно, что не поздно покаяться, что не поздно вернуться к Нему, что не поздно снова стать верным Его учеником. И действительно, позже, когда он встретил Христа у моря Тивериадского, не о его измене спрашивал Христос, а только о том, любит ли он его ещё. Любовь оказалась крепче страха и смерти, крепче угроз, крепче ужаса перед всякой опасностью. А там, где рассудок, убеждения не спасли учеников от страха, любовь преодолела всё. Вот так в течение всей истории мира, и языческого, и христианского, и сегодняшнего современного мира, любовь побеждает. Ветхий Завет нам говорит, что любовь, как смерть крепка, единственная, она может сразиться со смертью и победить. И поэтому, когда мы будем испытывать свою совесть по отношению ко Христу, по отношению к нашей Церкви, по отношению к самым близким или дальним людям, к земному Отечеству, будем ставить себе вопрос не об убеждениях наших, но о любви нашей. И у кого найдётся сердце настолько любящее, настолько верное и непоколебимое в любви, как было у Робкова Иосифа, у потаённого ученика Никодима, у тихих жен Мироносец, у предателя Петра, у юного Иоанна, у кого найдётся такое сердце, тот устоит. И против пыток, и против страха, и против угроз останется верным и своему Богу, и своей Церкви, и своей Родине, и ближним, и дальним, и всем. А в ком окажутся только крепкие убеждения, но сердце холодное, алчное, сердце, не загоревшееся такой любовью, которая может сжечь всякий страх, тот пусть знает, что он ещё хрупок, и просит у Бога этого дара слабой, хрупкой, но такой верной, такой непобедимой любви. Субтитры создавал DimaTorzok